В течение трех месяцев шины восстановят производство минимум на половину своих мощностей. Такие планы озвучивает руководство предприятия. Нортеку и Ярославскому шинному заводу, который выпускает шины для самолетов, вертолетов и наземной военной техники, нужно выполнять оборонные заказы. Простой, недопустим. Поэтому пострадавший цех разделили на части. Уцелевшую намерены уже использовать. И это не все идеи руководства. Для оперативного запуска производства и обеспечения выполнения государственных заказов предприятий достигнуты договоренности о приобретении полуфабрикатов у сторонних производителей. Пожар произошел в цехе подготовки резиновой смеси. Этот полуфабрикат будут закупать. Плюс какой-то процент смеси предприятие будет производить самостоятельно. Часть техники во время пожара была в другом цехе. Поэтому 40% штата сейчас работает. По информации на сайте Нуртек, на шинам 1636 сотрудников. В простой, таким образом, почти тысячи человек. Для них сохранили две трети зарплаты и направляют в другие цеха, подразделения, а также на ремонтные работы. Также изучается возможность временного трудоустройства работников предприятий на другие производства, например, Ротор или Барнаул Трансмаш. Однако это не всегда возможно с учетом разницы в специальностях. Сейчас в сгоревшей части цеха проводят экспертизы и только потом начнется восстановление. По словам Химочки, прорабатывается вопрос финансовой помощи заводу для ремонта и для покупки оборудования. По информации Нуртека, там планируют установить современную технику, с которой мощность завода в сравнении с допожарным временем вырастет вдвое. Анастасия Дороган, Алексей Кризин, День с толком.